Сегодня на космодроме Байконур завершена сборка ракеты-носителя «Протон» с автоматической межпланетной станцией «Фобос-2». Несколько суток уже «Фобос-1» стоит на старте, а в этот момент в монтажно-испытательных корпусах продолжается работа. По частям, большим и малым, на железнодорожных платформах и самолетами доставляются монтажно-испытательные корпуса космодрома Байконур ракеты-носителей. А вот целиком собранную ракету, реальную, а не макет, могут увидеть только здесь. Первая ступень «Протона» с момента пуска работает чуть меньше 130 секунд, а посмотрите, с какой тщательностью готовят её к пуску работники космодрома. Только после нескольких примерок приклеиваются рекламные плакаты. Ещё не сделаны надписи «Протон» и «Фобос». Старт всегда зрелище красивое, но здесь, на Байконуре, стараются сделать это событие ещё и праздничным. Если срок жизненосителя исчисляется десятками минут, то межпланетная станция, которая сейчас уже под обтекателем, должна работать годы. Проект по оригинальности замысла поразил даже многих писателей-фантастов. Но даже фантасты не могли предугадать тщательность работ, связанных с космической техникой. Обратите внимание, одна операция, а делает её несколько человек. Вернее, один делает, второй следит за качеством, а третий сверяет все действия с технологией. Вот так ловятся, выбираются миллиметровые зазоры между головным блоком и обтекателем. И от этих миллиметров зависит, будет ли жить годы и давать информацию межпланетная станция, созданная учёными 13 стран при участии Европейского космического агентства под эгидой Советского Союза. Субтитры создавал DimaTorzok